К нашему эфиру присоединяется авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко. Валерий, здравствуйте. Рады видеть. Добрый день. Давайте о самолетах продолжим говорить. Министр обороны Украины Алексей Резников на днях сказал, что МИГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо более безопасным, а также уменьшат разрушение от российских нападений. Кроме всего, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что обсуждал в Брюсселе на днях вопрос предоставления Украине истребителей F-16. А Резников, в свою очередь, вчера же уточнил, что украинские партнеры затягивают с передачи Украине современные авиации, в частности истребители F-16, поскольку эти системы очень сложные. Они требуют обслуживания и больших финансовых затрат. Валерий, скажите, а существует ли какой-то аналог этим самолетам F-16, такой же эффективный, но более, возможно, такой простой в использовании, без такого количества сложностей? Ну, чудес на свете не бывает. Все современные многоцелевые истребители имеют примерно схожий состав оборудования и весьма подобное, иногда аналогичное вооружение. Естественно, они требуют и примерно одинакового, схожего, скажем так, времени на подготовку летного и технического состава для полетов на них и их обслуживания. Так что ответ нет. Ну и давайте еще обсудим то, чем бомбит сейчас наши города, российская оккупационная армия, в частности, приграничные районы Украины. В воздушных силах Украины на днях говорили о том, что оккупанты сейчас применяют до 20 управляемых авиабомб в сутки, которые могут лететь десятки километров, до 70 километров. Запускают их с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО. Валерий, насколько опасны обстрелы такими ракетами? И являются ли это другие ракеты? Еще Сергей Череватый говорил, что сейчас на востоке Украины используется ФАП-500. Это разные типы бомб? Да, это не ракеты, это все бомбы. ФАП-500 это, собственно, планирующая бомба с крылышками, довольно топорно сделанная, но все равно на ней она имеет где-то 250 минимум килограмм взрывчатки, и воронка от нее довольно солидная. То есть для войск в полевых укреплениях это очень опасная штука. Еще более опасная планирующая бомба, сразу сделанная изначально, как планирующая крылатая бомба, это УПАП-1500. Здесь вообще более тонны взрывчатки, там 1010 килограмм взрывчатки на борту этой бомбы. Ну и в тех местах, где они применяются, фактически укрытий для них нет. Укрытия тут могут быть только в городских условиях, в глубоких подвалах, в каких-то индустриальных местах. Чем еще эти бомбы опасны? Они не требуют наведения. Вот если российские корректируемые бомбы, там КА-500, КА-1500, они требовали лазерного либо телевизионного наведения, то есть носитель должен был какое-то время находиться, но не так, чтобы очень далеко, так километров 10-15 от цели. И был уязвим для некоторых зенитно-ракетных комплексов. То УПАП-1500, она вообще запускается за 40 километров, но это только в случае, если носитель поднимается на 14 тысяч метров. Потому что, собственно, бомба двигателя не имеет. Она как планер летит без двигателя, просто за счет подъемной силы, которую развивают ее крылья. Поэтому она опасна вот этим. То есть она упадет, куда упадет, да, я правильно понимаю? Нет, 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 нет. Она имеет точные GPS-координаты цели, вот куда она должна упасть. Поэтому с ней как можно бороться? Сбивать носитель тяжело, потому что он будет там, если 40 километров, если он поднялся, то достать его довольно трудно будет. Хотя такой случай был. Один из Су-35-х все-таки достал его зенитно-ракетный комплекс С-300. Ну, либо сбили сами россияне. Но мы сообщили, что нас С-300 сбил все-таки его. Случай есть. Но если он не поднимается на такую высоту, естественно, дальность падает. Ну, не хватает запаса скорости у бомбы для того, чтобы преодолеть дистанцию. Но все равно оружие очень опасное. Вот, тем более не требует наведения. Самолет сбросил и моментально ушел из зоны поражения. Ну, вторая вот эта управляемая 500-килограммовка переделанная, то же самое, не требует дополнительного управления. Там самолет подскочил, скабрирование ее сбросил и развернулся, моментально ушел. То есть достаточно опасные боеприпасы, но если мы насытим, вот мы сейчас получили там чешские зенитно-пулеметные установки, если мы насытим ближние тылы этими дешевыми средствами, то некоторые бомбы удастся сбивать. У них очень простая траектория. Они летят прямолинейно и с одинаковой скоростью. А какую скорость они могут развивать? Ну, как планер, ну, скорость, собственно, невелика. Но скорость падения бомбы, ну, там, 100-150 км в час. Даже меньше, где-то до 100 км в час. И вы уже упомянули С-300. Давайте о ПВО противника поговорим. Наши военные неоднократно говорили, что россияне за эти месяцы войны стащили очень и очень много этих систем на временно оккупированные территории. Тем не менее, согласно статистике Генштаба Вооруженных сил Украины, наши силы обороны уничтожили уже 281 систему ПВО противника, одну за последние сутки. Как оцените эти потери? И насколько быстро оккупанты могут восполнять эти потери? Да и в целом, что скажете о том, как они защищают себя сейчас от украинских атак? Понимаете, ситуация тут достаточно такая, значит, потери нормальные страны восполняют путем производства. Россия восполняет потери путем разоружения подразделений. Вот смотрите, если авиация, вот практически все полки, Воздушно-космических сил России, с самого начала были переброшены на территорию Украины и принимали участие в боевых действиях, то зенитно-ракетные части и вообще части противовоздушной обороны использовались только, значит, западного и южного военных округов. Вот. А сейчас для того, чтобы прикрывать линию фронта, ну, линия фронта это такое, значит, а главное сейчас прикрыть, ну, сейчас берутся зенитно-ракетные... Потому что промышленность не справляется. А прикрывать нужно не только фронт, прикрывать нужно крыши в Москве, прикрывать нужно дворцы и дачи Путина, чтобы охранилища там ихних олигархов, понимаете? Много нужно систем. Промышленность только не построена. Поэтому сейчас они, личный состав, целое подразделение, боевая техника изымается из внутренних округов и перебрасывается вот во все эти крайне важные районы. Да. И получается так, что во многом российское небо — это решето. Да, целые направления. У них, ну, вот смотрите, у них была очень активная оборона с севера. Они боялись удара американских томогавков, крылатых ракет с севера, да? Истребители МиГ-31 изымаются оттуда. Зенитно-ракетные комплексы изымаются там с других направлений, например, из Центрального военного округа, который прикрывал Азию, да? Ну, среднеазиатские районы. Вот. То есть все идет сейчас сюда на переработку. То есть сейчас Украина — это такая мясорубка, которая проворачивает все российские вооружения. И в конце выходят, как из мясорубки фарш, выходят обломки. Зенитно-ракетных комплексов, танков, ракет, ну, всех видов боевой техники. Валерий, в генштабе ВСУ сообщили накануне, что наши силы обороны сбили очередной вертолет Ка-52, известный всем как «Аллигатор». Его оценивали, кажется, в 16 миллионов долларов. Это, я насколько понимаю, один из самых современных вертолетов у России. Так ли это? И что скажете о уязвимости этого типа вертолетов? Вот видео мы сейчас показывали, этому видео буквально неделю-две. Это был недавний случай сбития. И вот сутки назад еще одна птичка приземлилась. Ну, этот вертолет еще... Я тогда сотрудничал с КБ Камова, когда разрабатывали этот вертолет, и говорил, что, в принципе, совосная схема неприменима для ударных вертолетов. Это два винта, вращающиеся в противоположные стороны, с огромной колонкой винтов, несущих винтов. Все это крайне уязвимо. Но тогда стоял вопрос выживания, поэтому, так сказать, все-таки этот вертолет довели до ума. Вот, начали выпускать. И с самого начала, в общем-то, было понятно, что это вертолет для Камикадзе. Он недостаточно защищен. Ну, там экипаж более-менее защищен, скажем так, до пояса. А дальше их проблемы. Вот, значит, боковые стенки у Ми-28, боковые дверцы бронированные. У К-52 нет. Несмотря на, как вы правильно сказали, сумасшедшую цену порядка 15 миллионов долларов. Почему такая цена? Ну, потому что туда напихали всякого оборудования столько, что, в принципе, столько там даже не нужно. Там стоит носовой радиолокатор. Ну, ладно, хорошо, значит, его можно было заменить подвесной системой. Там стоит очень сложный бортовой комплекс обороны, который предупреждает обо всем. О радиолокационном облучении, лазерном облучении, о пуске ракет. Все это крайне сложное оборудование. Да, оно повышает в какой-то степени живучесть. Но это все радиоэлектроника крайне уязвимая. Это все вес. А на бронирование, например, блока двигателя и редуктора винта, это самые уязвимые системы, я уже не говорю о колонке несущих винтов, уже не осталось весового запаса. Поэтому иногда эти вертолеты сбиваются просто пулеметной очередью по уязвимым местам. Вот. Ну, такая машина крайне, значит, если в вопросе уязвимости, Ми-28, сильно бронированный вертолет, который, Милевская КБ, которая весь период своего существования создавала именно боевые вертолеты, ударные. Имеет огромный опыт. Там они допустили другую тоже радикальную ошибку, но экипаж они прикрыли надежно. А здесь они сделали просто катапультные кресла, потому что при попадании в колонку винтов, как я говорил, вертолет моментально теряет управление. И единственный способ летчикам спастить – это катапультироваться. Это единственный вертолет. Плюс еще, да, тяжелая система катапультирования на этом вертолете. Вот. Единственная возможность экипажу выжить. Валерий, уточните, пожалуйста, все-таки, каковы шансы действительно у пилота, вертолета или самолета выжить после того, как вот такая ракета попадает в этот борт? Есть какая-то статистика выживаемости? Кто чаще выживает? В смысле, кто чаще? Вертолетчики или пилотчики? Вертолетчики, да. Как правило, намного больше шансов у пилотов-самолетов. Потому что у них катапультная система работает… Во-первых, она есть на всех самолетах. А у вертолетов она имеется только на К-52. Вот. И она работает по принципу 0-0. Работает с нулевой высоты и при нулевой скорости. Даже при зависании вертолета, самолета… Тут и, господи, извините, какое зависание, уже оговорился. Значит, у К-52 она работает даже на зависании, может сработать. А у самолетов летчик всегда сможет катапультироваться, если он своевременно среагировал и находится, ну, хотя бы с каким-то запасом высоты. Вот. Потому что если минимальная высота, он просто может не успеть среагировать. У вертолетчиков такого нет. Вот. Если попали, ну, вот много случаев, тут же вертолет падает моментально. Валерий… Вот. Шансов мало. Если это не К-52, но на К-52 они тоже работают с малых высот. Вот. И экипаж часто просто не успевает выполнить вот эти процедуры от стрел лопасти винта и реализовать катапультирование. В Генштабе ВСУ еще дают такую статистику. На сегодня уничтожено 306 самолетов противника, 293 вертолета. Что можете сказать о факторах, которые привели к таким потерям российской военной авиации, кроме, конечно же, профессионализма наших бойцов? А показуха? Типичная русская показуха. Вместо того, чтобы вот как в НАТО они вели планомерную, очень затратную, длительную работу по преодолению, по разработке вот тактики, методики преодоления противовоздушной обороны, эшелонированной противовоздушной обороны, то россияне, они тратили силы на авиадарцы, воздушные парады, всяческие авиашоу, но за что, в принципе, сейчас и расплачиваются. Потому что несут потери, потому что презираемые российскими, так сказать, как это сказать, патриотическими пабликами, говорят, что это не род войск, а акробатическая команда для увеселения начальцев, для развлечения высшего руководства страны и вооруженных сил. То есть они показали полную неэффективность. Они либо при попытках проведения каких-то воздушных операций несут недопустимые потери, либо просто саботируют реальные боевые вылеты, не нанося точных ударов, а подлетая к линии фронта, поднимая нос и в направлении наших позиций, запуская там неуправляемые ракеты. Ну, это называется божий свет, и эффективность их, ну, если не в районе нуля, то достаточно низкая. Валерий, кстати, вот еще были сообщения от наших военных, что вот этот вертолет, о котором мы говорили, Ка-52, он был сбит силами нашей ПВО. Давайте о ПВО для Украины поговорим. На днях в США заявили о новом пакете военной помощи для Украины. В этот пакет вошли уже даже дополнительные боеприпасы для ЗРК «Патриот», которых еще нет в Украине, как нам сказал вчера в эфире спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Но наши военные сейчас заканчивают обучение и на этой системе, и на французской САМПТИ. Как вы оцените будущую защиту нашего неба? Ну, весьма оптимистично. Ну, раз мы полутно... Ну, смотрите, вот раньше мы не имели возможности поражать вот эти оперативно-тактические баллистические ракеты, там, те же «Искандеры», да? Сейчас такая возможность появляется, их может поражать и «Патриот», и сам «ВТ». Вот. Кроме того, «Патриот» у нас удлиняется рука, понимаете, для поражения противника. Если наши комплексы, там, ну, скажем так, в зависимости от модели 75-100 километров, да, поражения аэродинамических целях, я об АС-300 говорю, да, то «Патриот» — это 160 километров. А САМПТ, ну, он на уровне наших, но намного более надежно поражает цели. Значит, у него там более современные радары, вот, более современные ракеты. Вот. Если еще взять один такой малозаметный аспект, пусковая установка «Патриота» может быть присоединена к комплексу НАСАМС. Вот. То есть мы получаем возможность... Это не интегрируется, да? Да, да. Сейчас разрабатывается и испытывается аппаратура, ну, сопряжение этих систем, да. И вот «Патриот», значит, радару НАСАМСа у него достаточно возможностей для управления ракетами «Патриот» по аэродинамическим целям. И сейчас вот эти полученные... Вот мы, допустим, Голландия сказала, что вот Соединенные Штаты дали один комплекс, и Германия дала один комплекс, а мы даем две пусковых установки. То есть эти две пусковых установки могут быть присоединены к любому имеющимся комплексу НАСАМС, получать от него целеуказание и наведение, и осуществлять тоже поражение на 160 километров, потому что радар НАСАМС берет такую дальность, да, а вот ракеты нет. У него средняя дальность. То есть возможности нашей противовоздушной обороны все время растут, 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 не говоря о том, что отрабатывается тактика, и мы получаем все более точную и все более быстро получаем информацию от американских аваксов. Вот. И сейчас, например, вот россияне сбили репера, беспилотника, да, а вместо него прилетел Global Hawk. Если репер работал на глубину 70 километров, так этот работает на 500 километров с точным указанием координат на источники излучения, радиолокаторы, штабы, системы связи, ну, в общем, как говорится... Вы же видели, да, Шойгу награждал этих... Всегда. Вы же видели, наверное, Шойгу награждал этих пилотов, которые сбили этот американский беспилотник, а в Америке прокомментировали очень хорошо, что это надо быть идиотом, чтобы делать такие действия в целом в небе и рисковать своей жизнью, а потом за это получать еще и награды. Ну, вот они и получили эту награду. Вы же видите, каждый день уничтожается комплекс, координаты которого уже четко зафиксированы, да? Да. Вот. Уже не нужно даже стараться нашим разведчикам. Мы это все имеем готовы. Только накрытие, только средства, значит, дальнобойные средства нужны. Еще об одном зенитно-ракетном комплексе. Давайте поговорим. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев буквально накануне показал ЗРК «Эвенджеры», то есть «Мститель». У нас есть кадры этой боевой машины. Что вам известно об этом зенитно-ракетном комплексе? Вот он, показываем. Ну, занятная штука. Значит, это как бы гибрид «Хаммера» и «Стингера». Вот вы сейчас видите башенку, в которой крутится, так сказать, оператор. Вот. И вот экран. То есть, если раньше «Стингер» – это ПЗРК. Дальность у него 4,5 километра как максимум. И его запускал солдат с плеча. Солдат по звуку определял, что… Или там визуально определял, что движется цель. Нужно включить его. Ну, разогреть там системы управления. Там это несколько секунд длится, да. Поймать и, собственно, он все-таки вес какой-то имеет этот «Стингер». Вот. Поймать в прицел и осуществить запуск. То сейчас вот с такой установки ему общая система противовоздушной обороны дает координаты цели. Кстати, обратите внимание, нам дали еще и пулеметный вариант. Дополнительно к 8 «Стингерам». Там еще и крупнокалиберный пулемет, похоже, торчит. Вот. Ну, на ракурсе были. В морской пехоте были такие варианты. Что может поражать такой комплекс? Этот комплекс может поражать все виды воздушных целей на дальностях до 4,5 километров и до высот тоже порядка там 2-3 тысяч метров. Вот. И самое главное, у него есть система управления огнем. И у него защищенный оператор. Если солдат в окопе, там, засекли точку пуска, его могут обстрелять даже из минометов там или артиллерии, то здесь машина моментально выйдет из зоны огня. Она мобильная. Мобильная, да. Да. Кроме того, этот «Авенджер», вот в случае нашего наступления, такие установки смогут действовать прямо в боевых порядках наступающих войск. При этом быстро передвигаться на поле боя. Вместе с войсками, разумеете. Понимаете, если будет какой-то налет, вот, то меры будут приняты против вражеских самолетов и вертолетов прямо на месте. Вот. И я сейчас рассмотрел, это действительно установка имеет крупнокалиберный пулемет М2, вот он. В правое, да, под правой установкой с четырьмя стингерами. Валерий, мы с вами очень часто говорим в нашем эфире о потерях российских оккупантов. Мы говорили также о том, что путинская мобилизация отразилась даже на гражданской авиации в России. Помним тот случай, когда пилот был даже снят с рейса, потому что его мобилизовали. Что на сегодня? Уже 13 месяцев полномасштабного вторжения. Вы можете сказать о состоянии российской гражданской и военной авиации? Как на ней отражаются и введенные санкции, и ситуация на поле боя? И пытается ли найти страна-агрессор какие-то обходные пути? Конечно, пытается. Активно пытается. Иран помогает? Пытается сейчас получать, да. Попытается получить, ну, Китай, кстати, тоже не брезгует. Вот, хотя, вот Турция отказалась уже обслуживать самолеты типа Boeing, американские самолеты, да, американского выпуска. В Китае тоже есть запрет на обслуживание Boeing, да, то есть только Airbus'ы могут туда летать из России, вот эти краденые. В принципе, россияне, вот, украв самолеты, обслуживая их в несертифицированных центрах, выпуская детали к ним на 4D-принтерах, запустив процесс каннибализации, то есть снимать детали с одних самолетов и ставить на другие, они повесили на стену не то что ружье, а целый арсенал. И, как говорится, лето покажет, удастся ли им просто обделаться легким испугом или все будет намного сложнее. То есть, вот, нынешнее лето покажет, к чему приводит подобная практика. Пока это единичные случаи, но это и низкая интенсивность полетов. А вот настанет курортный сезон, вот тогда уже, как говорится, посыпется, как из рога изобилия. — Валерий, хочется с вами обсудить еще одно направление. Беларусь, Нарышкин, глава СВР России, туда на днях приезжал, Лукашенко с визитом сейчас находится у Путина. Шойгу сделал ряд заявлений, мол, Лукашенко передали штурмовые самолеты комплекса «Искандер», которые способны нанести тактические ядерные удары. Верите ли вы этим заявлениям? — Ну, никто белорусам никаких ядерных боеприпасов не даст. Это будут российские боеприпасы, а белорусские самолеты, у них самолетов способных, ну, кроме Су-25, аж четыре самолета типа Су-30СМ способны нести такие боеприпасы. Вот. Я думаю, что белорусы в лучшем случае, Лукашенко и высших офицеров, один раз сводят на экскурсию и покажут, что вот это ядерные... Ядрен батон, короче, да? Вот. Но руки уберите, значит, знаете, как в совместных полетах космонавтов, когда там польский, чешский космонавт спрашивал, что это такое, ему сразу по рукам, значит, там, не трогай это тебе, не нужно знать. Вот. То есть сама Беларусь никаких... Ну, и вы же знаете принцип, что ядерный код для запуска ядерных установок, он находится... Ядерных боеприпасов. Беларусь находится в Москве. То есть это чисто вот россияне перевозят, якобы перевозят свое оружие на белорусскую территорию с целью очередного ядерного шантажа европейских политиков. Валерий, ну и еще о заявлениях Шойгу. Буквально в конце марта он выдал отчет, говорил, что за время полномасштабной войны боевой опыт получили до 90 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Говорил также, что летчики совершили аж 140 тысяч боевых вылетов. Сколько это в часах, он не уточнял. Ну вот, Валерий, хочется, чтобы вы оценили, как это отражается на ресурсе этой боевой авиации. Каждый вылет, это ведь не просто прогулка на самолете, а потери. Еще в конце прошлого года подводились итоги. Значит, потерян каждый третий штурмовой самолет Су-25, потерян каждый четвертый самолет-бомбардировщик. Эти потери не восстановлены. Запрос Су-25 не производится вообще. Вот Су-34 произвели в прошлом году аж 8 штук при потере минимум 20 машин. То есть минус 12. Количественные, да. Количественные показатели падают. Надежность авиатехники, к сожалению, выяснить пока не удается, потому что источники, ну сейчас российские паблики полностью закрыты на обсуждение каких-либо тем. Пленных летчиков у нас, ну мы уже говорили с вами, что россияне не залетают на подконтрольную вооруженных силам Украины территорию. Пленных летчиков нет. Но понятно, что при таком активном использовании боевой техники необходимо будет ее, значит, ну очень активно ремонтировать и приводить в летное состояние. Но что сделали россияне? Значит, они здесь работают практически все полки. Но они работают по одной, ну вот те, которые были в западном военном округе и южном, да, те полным составом работают. А из центрального и восточного военных округов они были представлены одной эскадрильей. И происходит как бы ротация. Вот отработала какое-то время, улетела к себе, возвращается назад. А заводы-производители находятся как раз в восточном военном округе. Это там Иркутск, Комсомольск-на-Амуре. Вот основные такие современные самолеты производятся там. Ремонтные заводы тоже сосредоточены больше там в центральной России. Но все равно ресурс авиационной техники, в особенности оборудование. Там планер — это такая штука, значит. Как правило, современные самолеты россияне используют с больших высот. Там боевых повреждений относительно мало, ну кроме Су-34. А вот радиоэлектроника, она мало того, что отличается низкой надежностью, то требует огромного количества запасных частей. А с ними сейчас известно, что обрезается по всем возможным источникам. Ну и нам это на руку, конечно же. Валерий, спасибо вам. Да, пожалуйста. Спасибо вам огромное за вашу, как всегда, качественную аналитику, профессиональную. Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго, до новых встреч.